Трагедия Беслана, где от рук террористов, захвативших школу номер один 1 сентября 2004 года, стала одной из самых массовых и жестоких терактов в 21 веке. Весь мир содрогнулся, увидев кадры погибших детей. 1128 заложников, свыше 300 заложников погибло, большая часть из них – дети. Без еды и воды в абсолютном страхе эти люди провели три ужасных и, казалось, бесконечных дня. 2 сентября все еще надеялись на чудо, что эти изверги не посмеют тронуть детей. Однако все переговоры с террористами оказались безуспешными. Все три дня боевики категорически отказывались от передачи заложникам лекарств, продуктов и воды. Многие не выдерживали голод, жару, жажду и страх. Маленькие дети умирали на руках родителей. И последнее, что они видели в жизни – взрывные устройства, развешанные над их головами. 2 сентября в районе школы прогремели два мощных взрыва. Началась перестрелка. К школе подбежали военные жители города. В этот момент из школы удалось сбежать нескольким заложникам. Под открытым огнем военные родственники пытались спасти детей из плена. Боевики стреляют в спины убегающим женщинам и детям. За три дня город Беслам потерял почти столько же людей, сколько уроженцев погибло на фронтах Великой Отечественной войны. Первые дни сентября вписаны в историю осетинского народа как дни боли и скорби. В эти дни ни в Южной, ни в Северной Осетии не проводятся свадебные торжества и радостные события. Учебный год в нашей республике начинается не в День знаний 1 сентября, а 5 сентября. Оксана Джуэва, Лали Кодоева, ГТРК ИР. Информационный выпуск. Сегодня.